всем привет с вами кекс и сегодня мое видео будет о одном из самых вкусных моих последних открытий это крем пломбир или еще его называют крем мороженое самое первое что нам нужно для этого сделать это нам нужно сварить заварную основу смотрите у меня будет пол килограмма сливок значит для этого мне нужно взять на половину заварной основы здесь у меня 200 грамм молока я ставлю закипать с тремя с горкой столовыми ложками сахара дальше я в ковшике смешиваю два желтка и добавляю еще 50 грамм молочка ну я так здесь на глаз прикидываю как бы ну где-то в районе 50 грамм у меня молока здесь то есть 250 грамм заварной основы у меня будет в общем плюс она там чуть-чуть под выкипит и пол литра сливок или пол килограмма в моем случае то есть все уже мои зрители кто видел я уже кучу заварных основ переварила это чуть-чуть по-другому я варила но смотрите я обычно варю на целых яйцах это на желтках можно сварить на целом яйце но можно сварить на желтках а белки культурно отставить в чашечку или поставить в морозилку они себя отлично в течение месяца будут чувствовать морозилке две столовые ложки крахмала я добавляю в холодную вторую часть моей заварной основы и это все перемешиваю чтобы не было у меня никаких комочков вы видели я немножко ванильного сахара еще из баночки насыпала туда чтобы все потом вкусно пахло закипела уже мое молочко и я его тоненькой струечкой перемешивая венчиком вливаю во вторую холодную часть чтобы ничего не стернулось некоторые любят все смешать вместе подогревать потом это все в ковшике постоянно перемешано мне кажется это очень долго мне проще закипятить молоко добавить вторую часть как раз пока она нагревается эту вторую часть я делаю и потом буквально в течение 3-4 минут я завариваю полностью свой крем то есть мне кажется это намного быстрее и проще буквально я здесь без ускорения без ничего огонь у меня небольшой огонь у меня чуть меньше среднего и я завариваю вот свою заварную основу так как у меня ее здесь немного на один тортик на пол-литра сливок поэтому все готовится очень быстро смотрите я постоянно перемешиваю чтобы комочков никаких не было но так как у меня здесь не целые яйца желтки то обычно они не могут дать никаких комочков то есть они просто загустевают и никаких комочков не дают и все очень равномерно и довольно желтоватый такой оттенок интересный котором креме потом видно практически не будет но привкус вот этот на желтках как в тирамису такой будет очень ароматный очень вкусный смотрите уже загустела моя основа я ее уже отставляю и оставляю остужаться обычная свои заварные основы варю на вечер поэтому вот уже утро я начинаю продолжать свой крем здесь у меня вот пол килограмма сливок сливки я покупаю с молокозавода 30 процентные здесь у меня в качестве экономии по финансам 30 процентные сливки намного дешевле чем 33 процентные которые идут для взбивания эти сливки тоже хорошо сбиваются но если честно раз на раз не приходится так как у меня заварная основа уже сама по себе сладкая сливки много сахара добавлять не буду на пол литра сливок я сюда добавлю 4 столовые ложки сахара с горкой ну если так отсчитывать то на каждые 100 грамм сливок 1 столовая ложка сахара без горки если вам с этим сложно но я чаще еще и на вкус ориентируюсь чтобы не было сильно приторно а сладко ну смотрите по себе и зависит и того как сахар у вас если у вас сахар крупный такой то он более сладкий чем мелкий в этот раз я слегка напортачила со своим кремом скажу сразу он у меня получился чуть более жидкий чем предыдущий почему так как вы видели уже когда я взбивала сливки я туда добавляю немного загустителя для сливок тоже опять таки в качестве экономии так как нет сливок 33 процентных у меня и из-за этого у меня из-за нехватки у меня закончился мой загуститель и буквально вот мне здесь надо было хотя бы пакетика 2 загустителя вкинуть а у меня был к сожалению только один и у меня грубо говоря получается общей массы 500 грамм сливок и 250 заварной то есть на 700 грамм один пакетик который рассчитан на 200 грамм сливок загущения то есть его было конечно маловато но я когда тортик собирала собирала я его форме поставила немножко его под пресс буквально на полчасика и когда достала по бокам немножко крем собрала который у меня под вылез и он у меня больше не потек то есть он на самом деле очень хорошо дальше стоял и я скажу где-то сантиметра полтора крема в каждом слое у меня отлично стояла и ничего не потекло то есть даже ничего страшного что он у меня получился слегка жидковат вы видите вот я взбиваю свои сливочки ну я здесь специально не замедляю не ускоряю съемку для того чтобы вы видели сколько по времени это делаю сливки именно эти я ни разу не сталкивалась с тем чтобы их перебить что-то масло отлоилось или еще что-то поэтому очень люблю на эти сливки 30 процентные я здесь отталкиваюсь только от того чтобы растворился мой сахар вот я вижу когда сахар мой уже растворился всыпаю свой пакетик загустителя которого маловато получится ну что же делать будет и так деваться мне некуда желатином загущать я не хотела да и времени у меня собственно не было и я не хотела перебивать вкус вдруг там что-то как-то мне хотелось именно чистый такой крем мороженое получить это же реально вот мороженое как делают точно так же смешивают заварную основу и взбивают сливки только если это еще замораживать вот вами мороженое настоящее можно даже просто получить дома мороженое поставили в морозилку пару раз процессе замораживания по калашматили и у вас отличное домашнее мороженое можно даже не добавлять туда загуститель а для деток это мне кажется будет вообще суперская идея вот это и полезно то бишь яйца молоко и сливки и очень вкусно можно еще туда бананчик перетереть или что-то в этом духе или там апельсинчик добавить у меня этот крем пойдет в тортик молочная девочка у меня будет с бананами и с апельсином и получится очень очень вкусно смотрите я в свою заварную основу сейчас добавлю пару ложек моих сливок то есть и перемешаю их заварной основой я не хотела сразу бухать заварную основу туда потому что она довольно плотная я боялась что она не совсем перебьется у меня как бы со сливками но на самом деле это не оказалось такой большой проблемой чтобы не возиться долго с ложкой я решила сделать это все быстренько миксером буквально три секунды чтобы вот эти две ложки сливок у меня соединились и мой крем уже остался таким воздушным и нежным так как масса у меня уже нежная поэтому я не переживаю и просто всю массу аккуратненько выкладываю она у меня по текстуре такая же как и сливки взбиты и поэтому я все выкладываю аккуратненько в сливочки не переживаю у меня там ничего не упадет вот по вкусу этот крем очень нежный вообще не жирный приятный очень подходит деткам и взрослым особенно которые там любят на основе тирамису то вкус очень сливочный такой приятный даже я не знаю с чем его так еще можно сравнить это просто крем мороженое очень вкусно попробуйте вы не пожалеете и собственно все что нам осталось нам осталось только по взбивать эту массу еще буквально в течение минутки все вместе я рассчитывала что просто если я ее еще поздно вдруг у меня еще чуть-чуть загуснет видите что она у меня немного жидковатая как бы что такие не очень явные у меня от миксера расходятся волны что немного у меня плывут но я же говорю у меня собственно в тортике это сильно не потекло я прям сюда в эти сливки нарезала свои фрукты это все перемешала и пополам выкладывала у меня два слоя в тортике это было я пополам выложила я живу она у меня постояла и ничего не потекло как бы попробуйте я думаю вам очень понравится единственное добавьте еще один пакетик загустителя и у вас все взобьется и вообще никуда ничего не поплывет и вы можете за это не переживать я думаю вам очень должен понравиться этот рецепт с вами был кекс всегда буду рада вашим вопросам и отзывам и кто пробовал отписывайтесь мне будет очень приятно подписывайтесь на мой канал заходите присоединяйтесь ко мне в контакте в одноклассниках буду всем вам рада и вот собственно мой тортик с этим кремом вы видите ничего не поплыло люблю целую пока пока